Пустые залы и укрытые пленкой зрительные кресла. В этот день в стенах Волковского театра непривычно пусто. Пока спектакль остановлен, но не закончена жизнь первого русского. Она притекает в интернет. Премьеры сезона в мировой паутине вы, естественно, не найдете. А вот спектакли прошлых лет доступны и виртуальной публике. Идея транслировать постановки на фасаде здания так и осталось идеей. Мы поняли, что будет какое-то безумное количество зрителей, то есть придет большое количество людей. И, конечно же, мы не можем этого допустить, чтобы вокруг собиралось много людей. То есть там были даже такие звонки, скажите, а вы нам будете стулья давать? Мы хотим вот прийти и сидеть и смотреть весь спектакль. Мы говорим, нет-нет, мы же не для этого делаем. Мы, наоборот, делаем для того, чтобы шла картинка, чтобы шел спектакль. И, собственно говоря, вы, проходя мимо, посмотрели и шли дальше. Они говорят, нет, мы тогда придем со своими стульями и будем сидеть смотреть. В Ярославском музее-заповеднике также пусто, но творческая жизнь кипит. Все экспозиции, находящиеся в музее, будут сняты на видео и размещены во всемирной паутине. Наша задача не уйти вот в этот коронавирус, в этот какой-то литургический сон, а наоборот сказать, что все в порядке, мы живем, работаем. От культурных гигантов области нет и маленькие студии. Дворец культуры судостроитель открыл онлайн-выставку фотохудожников. Снимки сделаны как на территории Ярославской области, так и за ее пределами, как опытными, так и начинающими фотографами. С сегодняшнего дня в соцсетях мы хотим представить серию видеороликов о наших фотовыставках. С сегодняшнего дня в цифру рекомендовано уйти и кинотеатрам. Министерство культуры настоятельно просит ограничить показы фильмов. На территории области закрыты 20 кинозалов, частные пока на такой шаг не решились. Я хочу заверить ярославцев, что если мы все вместе примем все необходимые меры, то та дата, когда учреждение культуры откроется для посетителя, будет просто скоро. Напоследок добавим, что телевизор – это тоже часть массовой культуры. Первый Ярославский готов удивлять и развлекать вас новыми форматами. Денис Крюков и Антон Комаров. День в событиях. Продолжение следует...